На прошлой неделе саровчане в полной мере ощутили русскую зиму с обильным снегопадом и трескучими морозами. В начале этой недели температура тоже не раз будет опускаться до минус 20. Причём, когда на термометре такая цифра, по восприятию все минус 30. Если долго находиться на улице, можно получить лёгкое обморожение. 90% обморожений, которые мы с вами видим, это обморожение лёгкой и первой степени. Обморожение характеризуется гиперемией, лёгким покраснением и наличием неприятных ощущений на коже. Больше других изменений нет. Обморожение следующих степеней, второй, третьей, четвёртой степени уже характеризуется более глубокими изменениями кожи. Здесь уже нужна специализированная помощь. По словам врача, с серьёзной степенью обморожения чаще всего поступают пациенты, которые перебрали с горячительными напитками и уснули на улице. Вопреки расхожему мнению, выпивать, чтобы согреться на морозе – не лучшая идея. Алкоголь ненадолго расширяет сосуды, а после происходит их спазм, что ухудшает питание тканей. При лёгкой степени обморожения достаточно согреться, чтобы симптомы быстро сошли на нет. Но и это нужно делать правильно. Ни в коем случае нельзя кожные покровы растирать в мороженое, особенно снегом растирать, да, ещё чем-то растирать. Их надо постепенно согреть. То есть человек должен прийти домой и либо местно использовать тепло, либо ту же тёплую ванну, но не горячую, там 36-37 градусов, мы говорим, индифферентное тепло, да, приятное, мягкое тепло. Если от долгих прогулок в морозную погоду вы не готовы отказаться, стоит максимально подготовиться. Многослойная тёплая одежда, горячий чай, питательный крем от обветривания и активные перемещения. Условия, при которых шанс получить обморожение гораздо ниже. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.